Кто будет поставлять оборудование в больницы? Кто будет его обслуживать? Эти вопросы беспокоят многих с момента введения санкций. Достаточно уже продолжительный период времени. Медицинское оборудование, лекарственные препараты, изделия медицинского назначения в большей степени приобретаются отечественного производителя. Так, 90% аппаратов для рентгена и флюорографов в больницах края отечественного происхождения. ИВЛ – ультразвуковые аппараты 60%. Среди закупаемых лекарств – 90% российского производства. Тем не менее, за последний месяц жители региона ощутили на своих кошельках, как стремительно меняются цены в аптеках. Вы почувствовали уже за этот месяц, как выросла цена? Да, конечно, на капли, внос, ну и на лекарства, на постуды. А на сколько? Ну, значит, рублей 20-15. Берем только самые такие простенькие препараты, которые каждый день используются. Поэтому пока… Ну, то есть, пока не почувствовали рост цены? Пока нет, надеюсь, не хочу чувствовать его. Каждый день цены меняются. И все растут, и растут, и растут. Ну, это, конечно, все возмутительно, потому что зарплата-то стоит на одном месте. Я в основном беру от давления. На 48 рублей подорожали. Вот, подорожали. Некоторые дистрибьюторы уже сообщили об изменении стоимости лекарств. Некоторые из них всего лишь за месяц выросли в цене сразу на 400 рублей. А сколько они сейчас стоят? 1515. В Минздраве региона сообщают об увеличении стоимости препаратов на коммерческом рынке примерно в 19%. При этом в ведомстве подчеркивают, важно, что государство регулирует стоимость жизненно важных лекарств. В Минздраве с уверенностью говорят, что льготные категории и пациенты, которые лечатся в стационарных условиях, будут обеспечены необходимыми препаратами. Мы сумели сформировать запас, переходящий для льготных категорий граждан. И у нас имеются лекарственные препараты. И вот на первый квартал отторговались в конце прошлого года. И на сегодня мы абсолютно спокойно можем смотреть по льготной категории граждан до сентября месяца включительно. У нас имеются запасы по некоторым лекарственным препаратам. Переходы на следующий год даже есть. По пациентам, которые перенесли инфаркт миокарда и инсульт первого квартала следующего года. Также в Минздраве прокомментировали ажиотаж на гормональные препараты тест-полоски для диабетиков, инсулин и эльтероксин. Эти и другие препараты могут исчезнуть из продажи. С эльтероксином в части заболевания люди с щитовидной железой также связано это все в большей степени с ажиотажным спросом. И ожиданием, что не будет лекарственных препаратов. Но даже по этой номенклатуре имеется как немецкий производитель, так и отечественный. Но сегодня опять повторяется и завоз лекарственных препаратов осуществляется. Также в Минздраве заверяют, несмотря на сложную обстановку, сегодня нет серьезных опасений, пока никто не разрывал контракты с ведомством на фоне санкций. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.